Здравствуйте! С вами Электрогорская телевидение. И сегодня с событиями городской жизни вас познакомлю я, Татьяна Шевалина. Внимание, дайджест новостей на сегодня, 4 июля. Завершен прием заявок на конкурс от администрации города «Семейный пирог», а конкурс от ТВЛ «Мы – семья» определил счастливых победителей. Выбор губернатора, итоги выдвижения кандидатов. Бесплатный проезд в электричках – приятная новость для москвичей и жителей области. Книги – целых три выставки открывается в городской библиотеке. Долгожданная новость от Минздрава. В Электрогорске открылась круглосуточная аптека. Наши Подмосковья – 2017. Продолжаем знакомить с победителями. ЖКХ – повышение тарифов. Отдел полиции. Приглашение на отчет участковых и сводка ЧП. Губернатор Московской области Андрей Воробьев и мэр Москвы Сергей Собянин приняли решение о предоставлении права на бесплатный проезд в поездах пригородного железнодорожного сообщения всем пенсионерам Московской области и Москвы. Губернатор отметил, что кроме пенсионеров воспользоваться льготой бесплатного проезда смогут почетные доноры, дети до 18 лет из многодетных семей, обучающиеся до 23 лет, и один из их родителей. Опекун или приемный родитель, который воспитывает ребенка-сироту. Родители или другие законные представители детей-инвалидов. Один из родителей инвалида с детства, который сейчас получает образование, вплоть до достижения им 23 лет. Цитирую. «Мы с мэром Москвы приняли совместное решение. С 1 августа 2018 года проезд на железнодорожном транспорте пригородного сообщения станет бесплатным для всех пенсионеров Москвы и Московской области», сказал Андрей Воробьев. Поездки из Подмосковья в Москву и наоборот из столицы в область, на дачу, к родственникам и друзьям, к местам лечения и отдыха важны для всех жителей. Я рад, что наша работа позволила выполнить просьбы, которые звучали на многих встречах, и обеспечить свободу передвижения на самом востребованном виде пассажирского транспорта. В общей сложности право бесплатного проезда получат 2 миллиона 800 тысяч человек, в том числе 1 миллион 200 тысяч жителей Московской области и 1 миллион 600 тысяч жителей Москвы. Право бесплатного проезда будет действовать с 1 августа 2018 года. Мособлизберком подвел итоги выдвижения кандидатов на должность губернатора региона от политических партий. Подробности в комментарии Александра Иванова, председателя территориального избиркома. Только завершилось подведение итогов выборной кампании президента Российской Федерации, как в регионе стартовала новая избирательная кампания по выборам губернатора Московской области. 7 июня 2018 года все избирательные комиссии приступили к подготовке новых выборов. Губернатор избирается сроком на 5 лет. Комиссия, которая организует данные выборы, является избирательная комиссия Московской области. Водвижение кандидатов на пост губернатора региона завершилось 27 июня. По данным избирательной комиссии, на данный момент подали документы 11 избирательных объединений. Соответственно, сейчас идет проверка подписных листов, проверка всех необходимых документов. После этого уже кандидаты будут считаться зарегистрированными. 15 июля будет известен окончательный список кандидатов после того, как они преодолеют муниципальный фильтр. 8 сентября, как обычно в любой из дней, которые накануне, это день тишины. И 9 сентября с 8 до 20 часов будет проходить голосование. В городском округе Электрогорск ничего не меняется. Это 15 избирательных участков, те, которые были задействованы и в выборах президента, и в наших местных выборах, когда мы выбирали депутатов. Соответственно, мы через и социальные сети, и средства массовой информации, через телевидение сейчас эту информацию будем давать, чтобы люди не забывали, где они голосуют, приходили на участок, отдавали, соответственно, свои голоса за того или иного кандидата. Во время проведения губернаторских выборов будет действовать новый порядок голосования избирателей по месту нахождения вместо использования открепительных удостоверений. Если, допустим, человек, зарегистрированный в городе Электрогорске, будет находиться 9 сентября, например, в Волоколамске, он может прийти либо в территориальную избирательную комиссию, либо в многофункциональный центр написать заявление и проголосовать в этот день в том месте, где он будет находиться. Соответственно, это же касается и людей, это касается всех людей, которые будут находиться внутри нашего региона, но не в своем городе. На данный момент 11 избирательных объединений представили своих кандидатов на должность губернатора Московской области. 14 июня свои документы подало региональное отделение политической партии «Единая Россия», кандидатом которого стал действующий губернатор Андрей Юрьевич Воробьев. 17 июня региональное отделение партии «Справедливая Россия», кандидатом от данного объединения стал руководитель фракции «Справедливая Россия» Игорь Чистюхин. Также 17 июня документы подало региональное отделение политической партии «Альянс Зеленых», кандидатом от которой стала Лилия Белова, это руководитель регионального отделения данной партии. 18 июня региональное отделение политической партии «Роста», кандидатом которой стал политический деятель Борис Надеждин. 19 июня региональное отделение политической партии «ДПР», кандидатом которой стал заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев. Также 19 июня подало документы региональное отделение политической партии «КПРФ», кандидатом которой стал заместитель председателя Московской областной думы Константин Черемисов. 22 июня региональное отделение Московской области Всероссийской политической партии «Яблоко», Кандидатом, который стал муниципальный депутат из Чехова Николай Дежур. 22 июня региональное отделение Коммунисты России. Кандидатом, который стал руководителем Московского областного обкома партии Коммунисты России Владимир Рязанов. 26 июня региональное отделение Московской области Всероссийской политической партии Национальный курс. Кандидатом, который стал представителем регионального отделения партии Национальный курс Александр Солонкин. 27 июня региональное отделение Московской области Всероссийской политической партии Родина. Кандидатом, от которой стал политический деятель Максим Шингаркин. 27 июня региональное отделение Московской области Всероссийской политической партии Парнас. Кандидатом, от которой стал политический деятель Дулинков Алексей. Приходите на выборы и отдайте свой голос за достойного кандидата. Наша Подмосковья, наш губернатор, наш выбор. Сразу три тематические выставки книг открылись в Центральной городской библиотеке. Они все очень разные и будут интересны широкому читательскому кругу. Поэтому все вместе смотрим наш следующий репортаж. Центральная выставка посвящена Дню воинской славы России. 75-летию разгрома советскими войсками немецких войск в Курской битве. На выставке представлены книги, посвященные этой великой трагической дате. Курская битва была запланирована немецко-фашистскими захватчиками под предводительством Гитлера в ответ на битву под Сталинградом. Немцы, как всегда, хотели начать битву внезапно. Но пойманный лазучик-сапер сдал своих. Он сказал, что 5 июля 1943 года гитлеровцы начнут свою операцию «Цитадель». Наше командование принимает решение ударить первыми. Именно эта битва помогла изменить ход Великой Отечественной войны. Узнать об этих и других малоизвестных фактах из истории битвы, длившейся почти 50 огненных дней и ночей, познакомиться с ее героями и изучить исторический альбом военных схем и карт, вы сможете, если посетите городскую библиотеку. В канун Дня памяти святых Петра и Февронии, покровителей семьи и брака, сотрудники подготовили тематическую выставку о семейных традициях русских царей, истории жизни знаменитых семей и, конечно, советы влюбленным о том, как обращаться к муромскому князю Петру и его жене Февронии с молитвами о семейном счастье. Ну а третья выставка будет интересна как для маленьких читателей, так и для их родителей. Ведь посвящена она творчеству талантливого детского художника, сценариста, доброго волшебника Владимира Сутеева. Где моя котлета? Ты где оставил ее? Я ее спрятал. О, молодец. А вдруг ее кто-нибудь найдет? Нет, ее никто не найдет. Я ее очень хорошо спрятал. Да? А куда же ты ее спрятал? Вот сюда. В животик. 5 июля со дня рождения художника и писателя исполняется 115 лет. И эта дата послужила открытию выставки его замечательных сказок. В 1931 году Сутеев поставил первый советский звуковой мультфильм и придумал своего персонажа, знаменитую Кляксу. В 1936 году Владимир Сутеев работает на киностудии «Союзмультфильм». Во время Великой Отечественной войны он воевал, прошел всю войну от начала до конца. Он написал около 40 сценариев для мультипликационного кино, и почти все они были экранизированы. Иллюстрировал множество детских сказок разных писателей – Чуковского, Маршака, Михалкова, Джани Радари. Найдите время, посетите городскую библиотеку и откройте для себя что-то новое, интересное и полезное. В Электрогорске наконец открылась круглосуточная аптека. Где? Смотрите прямо сейчас. Государственное бюджетное учреждение Московской области Мособлмедсервис в рамках госзадания приступило к осуществлению круглосуточных услуг по организации хранения, доставки и выдаче лекарственных препаратов для жителей нашего города. С целью реализации заказа в Электрогорске открыли круглосуточный аптечный пункт по адресу площадь Советская, дом 2 в здании бывшей детской поликлиники. Аптека работает без выходных. Учредитель Московского областного медсервиса Министерства здравоохранения Подмосковья. С 1 июля этого года правительство вновь поднимает тарифы на комуслуги. В разных регионах они вырастут по-разному, но в среднем по стране минимум на 4%. На какие именно ресурсы тариф вырастет больше, на какие меньше, узнаем у начальника отдела жилищно-коммунального хозяйства. С 1 июля 2018 года для потребителей коммунальных услуг в городском округе Электрогорск ожидается незначительное повышение цен, утвержденное Комитетом по ценам и тарифам Московской области. Повышение тарифов ожидается на холодное водоснабжение, на водоотведение, на теплоснабжение, на горячее водоснабжение, на электрическую энергию с газовыми плитами, на электрическую энергию в домах с электрическими плитами, на природный газ. Хочется отметить, что плата за содержание жилого помещения установлено решением Совета депутатов городского округа Электрогорск от 26 декабря 2017 года действует с 1 января 2018 по 31 декабря 2018 года. Также плата за наем жилого помещения и плата за капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов остается без изменений и будет действовать до 31 декабря 2018 года. А теперь реклама. Не переключайте. Монотонные будни и однообразные выходные. Жизнь как по рельсам. Одни и те же лица, похожие эмоции, да более надоевшие маршруты. Как сделать свою жизнь более яркой и запоминающейся? Легко. Безусловно, работа есть работа и никуда от нее не деться. Но это ведь не конец света и всегда можно себя чем-нибудь порадовать. А начинать необходимо хотя бы с того, что рядом с вами. Укатить на выходные в Суздаль, а может посетить Троица Сергееву Лавру, а может рвануть на Майский в Питер, решать вам. А вот осуществить все ваши желания поможет туристическое агентство Вентус. Почему именно оно? Прежде всего тем, что мы операторы по России и основной вид своей деятельности еще 10 лет назад выбрали именно организацию туров по своим породным просторам. То есть мы занимаемся исключительно, основным профилем нашей компании является организация туров именно по России. Мы имеем большой штат экскурсоводов, квалифицированных, дипломированных экскурсоводов, тех экскурсоводов, которые имеют аккредитацию, в том числе и в Москве, и в городах Золотого Кольца, которые имеют и различные награды. Лучший туроператор Восточного Подмосковья, по оценке экспертов, старается привлечь туристов за счет высокого качества услуг, которые они предлагают своим клиентам. Мы имеем большую линейку туров по России, мы их сами разрабатываем, сами ездим по городам, смотрим, где наши туристы будут жить, что будут есть, что смотреть, сами это все придумываем, организовываем. Соответственно, возможно, мы этим отличаемся. Заботятся в агентстве и о безопасности во время путешествий. Автобусы у нас, естественно, мы нанимаем, но прежде чем нанять автобус, мы проверяем все его документы. Все, что касательно детской перевозки, то это все проверяется и сотрудниками ГИБДД, то есть мы все документы подписываем разрешительные на выезд. Регулярно с вами проходим обучение в разных структурах, слушаем разные лекции, что меняется в законодательстве. То есть за этим очень сильно следим. У нас очень много документов собрано, мы переписываемся и с различными ведомствами по новым каким-то аспектам в законодательстве, которые вступают в силу, потому что не все понятно, не все понятно, как это будет применяться, что нам нужно для этого делать. Но в любом случае следим. И плюс к тому, что мы являемся туроператорами, у нас есть страховка, наша гарантия, банковская гарантия, финансовая гарантия, что мы не какая-то фирма-однодневка, а достаточно крупный туроператор. Туристическое агентство «Вентус» имеет лицензию на осуществление своей деятельности. И все сведения о нем можно найти в Едином федеральном реестре туроператоров. Это необходимо для нашей, скажем, деятельности. То есть очень много агентств, которые просто прикрываются какими-то реестрами. Агентств это не является закладательным, каким-то защищенным, скажем так. Это просто добровольное какое-то вступление в различные организации. А именно туроператорская деятельность, она уже контролируется ростуризмом. Соответственно, мы стремимся к тому, чтобы улучшить наш туризм и развить эту сферу в дальнейшем тоже. Это важно для нас. А наград у агентства немало. В 2013 году они стали лучшим туроператором года в Московской области. Не раз сотрудники агентства завоевывали звание «Лучший экскурсовод Подмосковья». Более 10 лет фирма предлагает своим клиентам самые востребованные туристические маршруты. Каждый год, даже два раза в год, по весне и по осени принимаем участие на стенде Московской области, на международных выставках по туризму. И привлекаем туристов в наши города. Мы рассказываем и об истории наших городов, что можно посмотреть, какие объекты можно посетить. И для нас это очень важно. То есть туризм, который к нам приедет, приедут какие-то группы дополнительные, приедут индивидуальные туристы, все равно слава наших городов, она будет звучать. Многие жители города не раз пользовались услугами туристического агентства «Вентус». У нас очень много частных клиентов. То есть мы ведем, конечно, базу данных, смотрим. У нас есть постоянные клиенты. Это очень приятно, что к нам возвращаются. Это говорит о том, что мы все-таки, наверное, неплохо обслуживаем, раз у нас есть постоянные клиенты. У нас есть с нами работа электрогорская ГРЭС. То есть тоже это важное предприятие для города, городообразующее такое предприятие. И нам тоже очень приятно, что они из года в год свой отпуск, свой отдых отдают возможность организовать его именно нам. С нами работают школы электрогорские. 16-я школа очень плотно с нами сотрудничает. И мы разрабатываем разные программы для них, придумываем по программе школьников, что новое можно сделать, чтобы дополнить к школьному образованию еще и дополнительно какие-то исторические объекты, показатели, допустим, пусть будет немножко развлекательного для детей. Это тоже им немаловажно, они устают от школьной программы. Но в том числе, чтобы какой-то экскурсионный такой аспект был обязательно образовательный, присутствовал. Его программы рассчитаны на любой вкус и направление. В агентстве можно приобрести путевки для семейного отдыха, отправиться в незабываемое путешествие как молодоженам, так и пенсионерам, купить тур в экзотическую страну, поехать в автобусный тур по Европе или подключиться на российских курортах. Уже с января месяца у нас разработаны все программы на лето. То есть мы заранее все это делаем, заранее бронируем гостиницы, заранее все это просчитываем, все туры распределяем экскурсоводов. Это и направление на морской побережье, на Черноморской побережье, это автобусные туры, которые в том числе отправляются за Электрогорска. Это удобно для туристов, что не нужно никуда ездить в Москву, когда можно спокойно сесть в своем городе и поехать на отдых с чемоданом. Это действительно удобно. Разные туры теплоходного, однодневные, это по Восточному, по Подмосковью, по городам Золотого Кольца. То есть тоже это все делаем. Ну и за границей. За границей, да, как агенты уже, естественно, уже не как туроператоры, потому что международной лицензии у нас нет, и мы даже как-то и не думаем над тем, чтобы ее открыть для себя. Все-таки основную ставку делаем на российский туризм. Ну и тоже как агенты продаем уже туры именно с ограниченными какими-то направлениями. Доверяйте свой отдых профессионалу. Встречайте свое счастье. Не опускайте момент. Действуйте уже сейчас. Получите новые впечатления или свяжите в памяти яркие моменты. Мир начинается здесь. Туристическое агентство «Вентус». Шторы и ковры, картины и вазы, постельное белье и люстры, стулья и электротовары, обеденные столы и торшеры. Большой выбор нужных вещей для вашего дома вас ждет в торговом центре «Айсберг». Здесь же вы сможете купить красивый и нужный подарок на новоселье или юбилей, на свадьбу или рождение ребенка, на любой вкус и кошелек. Широкий ассортимент, хорошее качество и выгодные цены порадуют каждого покупателя. Дорогие покупатели, мы ждем вас в нашем магазине. У нас большой выбор подарков и разнообразных товаров для дома по очень выгодным ценам. Приходите к нам. Желаем приятных и выгодных покупок. Мы продолжаем новостной выпуск. Далее вашему вниманию приглашение на встречу с жителями от правоохранительных органов. 6 и 7 июля 2018 года участковые уполномоченные Электрогорского отдела полиции МО МВД России Павлова-Посадский и инспекторы по делам несовершеннолетних проведут отчеты перед населением о проделанной работе за первое полугодие 2018 года. Отдел полиции приглашает жителей городского округа принять участие в мероприятии и задать вопросы, относящиеся к компетенции правоохранительных органов, а также сотрудникам полиции. Встречи пройдут в пятницу 6 июля на улице Некрасова, дом 28, в 16 часов, на улице Чкалова, дом 3, в 17 часов. В субботу 7 июля жителей города ждут в Доме культуры по адресу улица Пионерская, дом 6А, в 11 часов, а на улице Максима Горького, 26, в 12 часов. Согласно приказам, регламентирующих деятельность участковых уполномоченных полиции, каждый участковый уполномоченный обязан ежеквартально отчитываться о проделанной работе на своем административном участке перед населением. В настоящий момент в Электрогорском отделе полиции свою деятельность осуществляет 7 участковых уполномоченных полиции. Очередной отчет состоится в пятницу и субботу на этой неделе, где помимо участковых будет присутствовать также руководство Электрогорского отдела полиции. Каждый житель может прийти на данный отчет, мы вас туда приглашаем, и помимо выслушать отчет участкового уполномоченного полиции, также может обратиться к руководству полиции и к участковому с интересующими его вопросами. Тему правопорядка продолжим в сводке чрезвычайных происшествий. По сообщению пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья в систему «Безопасный регион» внедряет функцию распознавания лиц. Видео наблюдением оборудуют входы в детские сады и школы, территории дворов и подъездов. По мнению сотрудников правоохранительных органов, система распознавания лиц позволит эффективнее искать преступников. Сейчас в регионе установлено порядка 18 тысяч камер, подключенных к системе «Безопасный регион». С начала текущего купального сезона спасательные подразделения Подмосковья более 500 раз выезжали на патрулирование водоемов, сообщила пресс-служба правительства. Спасатели для обеспечения безопасности граждан на воде, предупреждения несчастных случаев и своевременного реагирования на происшествия, а также для выявления неорганизованных мест массового отдыха людей на воде, ежедневно патрулируют водоемы. Наиболее интенсивно в выходные дни. Патрулированием охвачены все крупные водоемы. Также спасатели проводят большую профилактическую работу, разъясняя жителям правила поведения на воде. Для обеспечения безопасности отдыхающих сформирована группировка из полутора тысяч человек и 300 единиц техники. В нее входят сотрудники ГУ МЧС России по Московской области, Мособлпошспас, специалисты правоохранительных структур. Кроме того, к этой работе активно привлекаются добровольные спасатели, волонтеры, органы местного самоуправления. Завершен конкурс ТВЛ «Мы семья». Какие трогательные видеоролики мы получили, сколько души, любви вложено в их создание. Один из них от семьи Колесниковых покажем прямо сейчас. В один чудесный зимний день под бой курантов и хлопушек попались вдруг два сердца, которых как магнит тянула сила. Глаза в глаза и все, любовь. С тех пор мы поняли, что мир для нас до встречи был чужой. Какой-то пробный путь, эксперимент. Но вот настал момент все изменить и в сердце нам любовь до старости хранить. Счастливые прогулки под луной, всегда совместный выходной, все вроде хорошо, но чувства есть, что не хватает вот еще, как будто маленькой частицы. И вот опять зима, опять куранты, можно ждать, чтобы желание загадать. Но что еще просить, ведь Бог нам подарил дитя, который грозный был с рождения, не шутя. Он стал наш царь, так быстро рос и радость жизнь нам преподнес. Улыбка, взгляд, еще один родной, на свете нет души такой, как голубка его ласкали, при первом чихе скорую мы вызывали. Еще неопытные были, а хоть бы мы ему не навредили, теперь мы настоящая семья, с уверенностью говорила я. Но время мчится, словно птица, и вскоре младший сын родился, еще одна кровинка наша, комок на свете нету, краше, совсем другой, но все такой же милый и родной, растет еще быстрее, чем Андрей. Так тянется он к брату, чтобы успеть, не пропустить, весь мир узнать, а может вскоре изменить. И вот уж первые шаги, поддержка брата впереди, не даст упасть, подаст руки. И папа говорит, растут мои мужики, теперь берусь за дисциплину, физподготовку начинаем, упоры лежа выполняем. Начнем с защиты, будь готовь, ведь ты глава, пока меня нет рядом. Затем и маму подключаем, ведь тренировки помогают нам привести фигуры в форму, а после родов первое спасение. На улице игра игрой, и в форме этой игровой мальчишки бегать начинают, и мышцы ног еще качают. А дома в планке постоим, а ну-ка маму победим. Еще контроль ведут, считают, и с мамой все приседают. Папа покажет мастер-класс, как всем отжаться по сто раз. И дети сразу выполняют, ведь папа их кумир, герой, непобедимый, сильный и родной. Как хочется им заслужить, его ведь похвалы. Любой конфеты слаще эта сила. И вот в три с половиной года наш Андрей подтягивается уже совсем без помощи, поддержки. И папа гири им меняет четыре, шесть уж килограмм. И гири вверх мы поднимаем, сильными и здоровыми быть желаем. На самый приятный сердцу момент, когда все рядом, все здоровы, не плачут, не дерутся, а просто весело занимаются. Эстафету флешмобов в поддержку сборной России приняла школа 14. Может быть, из-за нашего активного участия в этой акции и одержала победу российская команда в воскресной игре с Испанией. Как знать, смотрим, двигаемся, побеждаем. Сегодня у нас закрытие первой смены и решили как-то ее заключить. Наша сборная проиграла одну из игр, и мы таким образом решили поддержать ее. дать ей такое напутствие, что Электрогорск тоже с ней. ДАРМИН 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 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Продемонстрировать проекты на соискание премии «Наши подмосковье-2018» можно в Доме правительства Московской области с 17 по 20 июля. Пока идет сбор проектов и выявление лучших, мы продолжаем знакомить вас с победителями премии прошлого года. Помните русскую народную игру «Лапта»? Вот о ней мы сегодня и расскажем. Каждый из нас знает школьную программу уроков физкультуры. Спортивная гимнастика, легкая атлетика, волейбол, лыжи, баскетбол. В школе номер 14 помимо этих видов спорта ребята освоили еще один – спортивная игра «Русская лапта». При этом ребята играют в эту незаслуженно забытую народную игру не только во внеурочную деятельность, но и на обыкновенных уроках. Раньше она считалась руссконародной, а сейчас даже уже появилась спортивная лапта, вот именно непосредственно, и создалась федерация. Сейчас эти соревнования проводятся в разных регионах Российской Федерации. В данном случае я вот со Смоленской области. У нас в Смоленской области давно проходят соревнования, причем соревнования даже не только в рамках области, но и соревнования среди регионов Российской Федерации. К сожалению, пока наши ребята не могут принимать участие в соревнованиях такого уровня. А вот дружеские встречи между классами и даже школами проходят регулярно. Каждый год в мае проводим соревнования по лапте. И вот у нас несколько лет назад, когда мы на площадке у нас здесь играли в лапту русскую, приходили учащихся с других школ. И они очень быстро в течение одного-двух дней уже начинали свободно играть. Даже в этом году у нас присутствуют здесь учащихся четвертого класса, у кого я не вел уроки физической культуры. Несмотря на это, они сразу же в первый день начали с нами играть. Но в лагере вы играли в лапте? Да, у нас уже прошли соревнования по лапте, потому что у нас спортивный отряд. У нас распланировано так время, что они постоянно занимаются какими-то видами спорта и постоянно участвуют в соревнованиях. У нас весь наш отряд разбит на три звена, и внутри этого звена происходят постоянные соревнования. Проект возрождения национальной спортивной игры русской лапта был отмечен премией губернатора в размере 50 тысяч рублей. И цели, на которые победитель эту сумму планирует использовать, снова связаны еще с одним новым видом спорта. Вообще, я планирую ее потратить в такой вид спорта, который называется фрироуп. То есть это дальнейшее развитие, которое я хочу вводить в нашей школе. Точнее, новый такой вид спорта, который был у нас сформирован в Калужской области. Я хочу его вводить на базе нашей школы, но это будет уже не как урочная, а как неурочная деятельность. И вот как раз я так планирую, что это деньги пойдут на обучение и на закупку, возможно, спортивного натаря, вот этих веревок всяких, или еще какого-то, ну, карабинов, вспомогательных устройств, касок. И уже с новым проектом Денис Горбачев планирует принять участие в премии «Наша Подмосковья» в следующем году. Я хочу не просто прийти и сказать, вот я планирую этот проект, а я хочу, чтобы у меня за плечами был какой-то опыт. Не просто прийти и сказать, вот у меня фрироуп, а как вы собираетесь развивать? А я не знаю, как я его буду развивать. А что вы будете делать? Да я планирую веревку натянуть. А что вы с этой веревкой делать будете? Я не знаю, еще не решил. Я хочу, чтобы у меня уже была конкретная наработка каких-то конкретных полос, когда мне придут спорты. А что вы сделали? Я скажу, а вот я закупил оборудование. Я каждую весну-осень, допустим, натягиваю веревки в виде 5-6 препятствий, провожу пробные фрироуп соревнования. И, допустим, скажу, вот у нас в мае, где-то в районе 9 мая, 1 мая регулярно проходит чемпионат России по фрироупу. Да, мы ничего не заняли, но нам очень здорово понравилось, и мы будем продолжать заниматься в следующем этом году. Вот тогда уже, да, можно будет представлять этот проект дальше. А сейчас пока представлять нечего. Участниками и победителями премии «Наша Подмосковья» каждый год становятся обыкновенные люди, которые неравнодушны к жизни города и региона и стараются внести свой вклад в развитие нашего Подмосковья. Тему продолжим в рубрике «Спорт». 1 июля на городском стадионе имени Классона прошли два матча первенства Павлопосадского округа по футболу среди мужских команд. В первой игре встретились лидеры чемпионата – футбольные команды «Вымпел» и «Фильмонова». Учитывая неблагоприятные погодные условия, игра получилась крайне тяжелой. Обеим командам пришлось на морального львых вести эту игру. В первом тайме игра хозяев поля была более динамичной. Игроки создали несколько хороших моментов для взятия ворот, но открыть счет в первые 45 минут так и не удалось. На перерыв команды отправились при счете 0-0. Во втором тайме инициативу перехватили гости, но это не помешало в одной из атак электрогурской команде выйти вперед. Счет игры с левого фланга открыл Владимир Иманбеков. Но за пять минут до финального свистка команда «Филимонова» сравнивает счет и добивается ничей 1-1. Во второй игре «Эколаб» обыграл команду «Боевое братство» со счетом 9-1. 28 июня юношеское отделение футболо-спортивной школы «Вымпел» приняло участие в первенстве Павлово-Посадского округа по футболу. Ребята встретились с командой «Большие дворы» и одержали очередную победу со счетом 3-1. Поздравляем команду с победой! Это все новости на сегодня. Спасибо, что были с нами. Эфир продолжит повтор передачи «Советы психолога». А я прощаюсь с вами. Увидимся на ТВЛ. Редактор субтитров А.Семкин